К другим темам. В Балашове сотрудники автобусного парка готовы объявить голодовку. Коллектив предприятия не согласен с ходом проведения конкурса по отбору перевозчиков. Балашовские водители уверены, им отдали самые невыгодные маршруты. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Начинали мы с одного автобуса. Не было у нас тогда ни базы, ничего, что нажили сами. Директор Балашовского автобусного парка помнит, как трудно было начинать бизнес. Лишь через несколько лет смогли претендовать на значимые заказы. Правда, городские власти составили свой список тех, кто сегодня может обслуживать крупные маршруты. Балашовский автобусный парк в него не попал. В этом году по результатам конкурса предприятию достались направления, которые поставят крест на бизнесе. В связи с тем, что в 2016 году будет резкое изменение пассажиров потока по льготникам, мы не сможем работать на этих маршрутах просто. На другие лоты мы заявиться не можем, где более прибыльные маршруты, хорошие, так как у нас не хватает транспортных средств. У Балашовских властей аргументы простые. До определенных маршрутов допускают только тех перевозчиков, которые имеют несколько десятков автобусов. Правда, почему все прибыльные направления объединили в один лот, а все неприбыльные в другой, непонятно. Балашовскому автобусному парку достались маршруты, основные пассажиры которых – льготники. В основном, конечно, льготники, проездные, билеты. И у школьников много пенсионеров, мало оплачиваемых билетов. Два года назад такое уже было. Балашовский автобусный парк также получил лот убыточных маршрутов. Но тогда взяли кредит, и предприятие продолжило работу. В этом году все повторяется. Причем страдают от распределения маршрутов и другие муниципальные перевозчики. Все прибыльные направления балашовские власти почему-то распределяют среди частников. Все эти годы, конечно, конкурс проводится со многими нарушениями. И не учитывает ряд таких вот вещей, которые стимулируют перевозки. Ну вот на примере того, как объявлен конкурс в этом году. Надо сказать, что лоты сформированы и опубликованы аналогично абсолютно прошлому конкурсу, который проводился на два года. Абсолютно без изменений. Предприятие «Балпас» сегодня на грани разорения. А вот сотрудники Балашовского автобусного парка ждать банкротства не намерены. Люди объединились и написали массовое обращение в администрацию президента, генеральную прокуратуру и антимонопольный комитет. Выезжали наши специалисты в Балашов, разговаривали со всеми заинтересованными сторонами. Сейчас предприятие обратилось в управление федеральной антимонопольной службы в Саратовской области. И в рамках рассмотрения этого дела будет потом уже принято решение. Новый конкурс будет проведен через месяц. Если автобусный парк не получит дополнительных маршрутов, 53 сотрудника предприятия лишатся работы. Найти новую сейчас сложно, поэтому люди намерены бороться. Если власти не отреагируют на массовое обращение, сотрудники парка намерены объявить голодовку.